Канал Таёжный обитель приветствует вас! Сегодня я вам покажу... Я сделал два подсвечника. Это вот музей национального парка, и как я всё время делаю, я перед вами отчитываюсь. Это вот я показывал эти подсвечники, они делаются очень просто. Это берётся тальниковая палочка, в двух местах напиливается, ножом убирается и здесь просверливается. Ну, кора счищается и заостряется. Вот получается вот такая вот. Вот она сюда заходит, потом можно регулировать. Можно так. Ну, обычно она горит, потом её начинаешь выталкивать. И когда она уже совсем маленькая, всё. Вот такой подсвечник. У него острый конец. Его вгоняют в землю, и он стоит. У каждого обычно, там, с той стороны, с этой стороны, у каждого свой подсвечник. Иногда берёшь два подсвечника и, например, какая-то мелкая работа, бывает две свечки ставишь и с двумя свечками работаешь. Это вот, эвинки любят орнаменты делать. Я тоже сделал такой орнамент. Вот такой вот. Вот такая дырочка. А здесь я не стал. Я сделал вот такого вот волчка. Вот такой символ. Эвинки, я уже тоже говорил о ней. Вот, Толя Яковлев был. У него был подсвечник вот так, рука. Вот так была рука. И рука здесь заострённая втыкалась. А здесь как факел, такой факел. Вот я перед вами отсчитался. Вот эти подсвечники будут в музее национального парка. Они будут показывать культуру и предметы этого замечательного народа эвинков. Сейчас уже так не делают, потому что сейчас есть фонари на солнечных батареях. Днём он стоит где-нибудь на пеньке, а ночью светит. Есть маленькие, которые в саду ставят, точно вот с такими же, с острыми, которые днём заряжаются, а ночью светят, сами включаются. Есть, берут большие батареи солнечные. Есть керосиновые лампы, есть фонарики, которые тоже долгоиграющие. Поэтому, а вот это вот, это культура, которая уже уходит в прошлое. Но в музее она останется и будет показывать вот в то время, когда мы пользовались вот такими подсвечниками. Ну, на сегодня я на этом заканчиваю. Женщинам я хочу подарить цветочки. Вот эти цветочки у нас называют подснежники. Они, потому что появляются одни из самых первых, вот такие вот подснежнички. И вот интересно наблюдать, что весной большинство цветов у нас сиренево-фиолетовые. Почему? Я не знаю. Но вот этот сиреневый багульник первый, конечно, зацветает. Потом ирисы маленькие и вот эти вот подснежники. Ну вот, всего вам доброго, удачи, радости, здоровья, творчества, творчества и гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.